Привет, Гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. В этом видео мы посмотрим на графики по биткоину. Биткоин найдет верх, и поздравляю всех, кто получает прибыль на этом. Загляните в мой телеграм-канал с торговыми идеями. Я попросил подписчиков посбрасывать скрины со своим профитом, и они поскидывали сотни скринов. Подпишитесь на канал, поставьте лайк. Продолжит ли биткоин свой рост или все-таки развернется? Об этом мы сегодня и поговорим. Откроем графики. Посмотрите, как биткоин залетел вверх. Отлично. Уперся он в эту скользящую среднюю. А что это за скользящая средняя? Какая-то скользящая средняя. Давайте проверим. Оранжевая скользящая средняя, 55-дневная, а 200-дневная скользящая средняя с желтым цветом обозначена. В общем, биткоин уперся в 55-дневную скользящую среднюю. Посмотрим теперь на дневном таймфрейме. Здесь стохастик находится в перекупленности. На четырехчасовом тоже стохастик находится в перекупленности. И посмотрите, здесь я давал торговую идею зайти в лонг на биткоине, давал еще на отметке 22,5 тысячи долларов. И тут, конечно, биткоин улетел вверх и уже коснулся уровня, на котором мы проставляли цейк профит. Ну, прекрасно, прекрасно. Растет биточек, обновляет локальный максимум. Поправим вот эту трендовую. И верхнюю линию тоже, наверное, поправим. Продлим ее. Прекрасно. Но стохастик на четырехчасовом все-таки в перекупленности. Возможно, какая-то коррекция на биточке. Проверим еще на недельном таймфрейме. На недельном таймфрейме стохастик в перекупленности. Но там нет двойной вершины. Если она и не нарисуется, это означает, что биткоин может пройти еще выше. Следующий уровень сопротивления на биткоине находится на отметке 28 тысяч 900 долларов. Но сейчас тоже уровень сопротивления на битке. Я говорил об этом, когда покупал биток еще по 16 тысяч долларов. Я говорил, что биткоин может пройти именно сюда. И так оно и случилось в итоге. Но, на мой взгляд, биткоин может пройти еще выше. И может пройти до отметки 28 тысяч 900 долларов. Почему бы этого и не сделать? Здесь тоже вы можете увидеть этот уровень сопротивления на биткоине, который находится на отметке 28 900. Раньше, в 2021 году, биткоин отталкивался от этого уровня. Но сейчас это для биткоина уровень сопротивления. Прекрасно. Посмотрим теперь на мой торговый аккаунт на бирже Бабит. А посмотрите, здесь у меня открыта сделочка по биткоину. В лонг она в плюсе на 7100 долларов. На аккаунте у меня полтора биткоина. Также у меня тут USDT на 117 тысяч долларов. Можно было, конечно, еще больше денег закинуть в биткоин. Но, в принципе, нормально. У меня там есть еще деньги в других активах. Я покупал FXS. Делал покупки на фондовом рынке. Я вообще предпочитаю разбрасывать свой капитал по разным активам. И вам тоже не советую фокусироваться только на одном активе. Распределяйте свой инвестиционный портфель. Ну, давайте посмотрим, может, на общую капитализацию рынка. Здесь график похож на график, который мы видели на биткоине. И большой уровень сопротивления здесь можно заметить на отметке 1.18 триллиона долларов. В 2021 году здесь был уровень поддержки. Но и сейчас этот уровень превратился в сопротивление. Ну что ж, спасибо, что посмотрели этот видос. Если вы хотите торговать вместе со мной, то торгуйте на бирже Баби. Ссылка есть в описании под видео. Есть еще ссылка на Байнанс. Две самые крутые, самые крупные, самые удобные, наверное, биржи для трейдинга. Так что, в принципе, регистрируйтесь. Ссылка есть в описании под видео. А теперь, прикиньте, если у вас много денег, чем вы будете заниматься? Хороший вопрос, да? Ну, я думаю, что вам уже сейчас нужно к этому готовиться. Начинайте гуглить, чем заниматься, когда у вас полно бабла. Ну, вы будете, наверное, гулять, путешествовать, общаться с друзьями, читать книги. Может быть, будете жить на каком-то прекрасном острове, как я это делал в течение нескольких лет. Особо так ничего не делал, кайфовал, курил кальян, катался на мотоцикле. Но затем вам становится скучно и хочется чем-то заняться уже. И вы думаете, как заняться тем делом, которое вам действительно нравится, которое вам по душе и которое вы любите. И вот это вот прикольная штука. Когда вы вроде как работаете, но вы занимаетесь любимым делом, и работа вам не в тягость. Вот к этому нужно стремиться. Тогда, получается, вы делаете деньги и кайфуете одновременно. Да. Ну что, спасибо, что посмотрели это видео, и увидимся с вами завтра.